МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недающийся российский фигурист Максим Ковтун делился опытом с подрастающими королями и королевами мировых ледовых площадок. Очень много я отметил талантливых детишек. Естественно, хотелось бы, чтобы у них были получше условия. Видно, что некоторая классическая школа, она еще не поставлена у детишек, у большинства. Поэтому, из чего я сделал вывод, что тут надо, конечно, каждый день, по несколько часов в день ребенку объяснять, разжевывать. Каждый вот этот момент. Я попытался... У нас был всего час времени. Народу было, как я выяснил, уже 46 человек. Это очень большое количество. Обычно на мастер-классе, конечно, поменьше народу. Сегодня столько было, столько-столько детей. Пытался всем объяснить хотя бы основу. То есть некоторые моменты, которые они смогут... Над которыми они могут работать без меня. В апреле 2019 года вы сделали заявление о том, что уходите из большого спорта и начинаете тренерскую карьеру. Я думаю, что вам уже неоднократно задавали этот вопрос представители СМИ, но почему все-таки было принято вами такое решение? Для меня это не очень такая тема, которую хотелось бы обсуждать. Но иногда нужно снять с себя розовые очки и принять какое-то настоящее серьезное решение. Обдуманное. Это было обдуманное решение. Максим, если не ошибаюсь, на чемпионате России 2013 года вы обыграли Евгения Плющенко. Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях, постфактум и вообще об ожиданиях. Ну, я помню, конечно, огромное счастье, потому что было проделано гигантское количество работы и все получилось. Не важно, кого обыграл. Важно то, что я справился тогда со своей задачей, и я был от этого счастлив и доволен. Я знаю, что вы, не отрываясь от спорта, служили в войсках Российской Федерации, служили в армии. Расскажите, как так получилось совместить спорт и службу? У нас специальная программа была для спортсменов, так как мы занимаемся в клубе ЦСКА, это армия. У нас была создана, сформирована спортрота, чтобы спортсмены могли служить в армии, отслужить в армии, при этом не отрываясь от тренировок. Какое-то время мы там на несколько недель приехали, сразу прошли боевые азы первые. А потом мы тренировались в полную силу и как бы ночевали или приезжали по вызову в казарму. То есть в течение года были такие условия. Максим, что вы можете пожелать нашим юным фигуристам? Я хочу посоветовать ребятам, когда что-то не получается или себя плохо чувствуют, может быть там что-то еще не нравится. Вот именно когда в такой момент, когда тяжело, если перебороть себя и сделать на тренировке свою задачу, это будет большой шаг вперед. Я хочу пожелать детишкам, чтобы они помнили об этом и всегда делали такой вот шажочек вперед каждый раз на тренировках. К сожалению, осталось еще множество вопросов, которые мы хотели задать Максиму Ковтуну. Например, как ему работалось под началом, не побоюсь этого слова, легендарного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой. Или действительно его желание впервые выйти на лед было обосновано преемственностью поколений? Ведь и отец, и два старших брата Максима в прошлом фигуристы. Но, к сожалению, не хватило времени. Спортсмена ждали на пресс-конференции. Кстати, приезд Максима в наш город стал возможен благодаря Стваропольскому клубу любителей фигурного катания на коньках и грантовому проекту под руководством Ирины Лукьянцевой «Фигурное катание. Спорт для всех». На прощение Максим Ковтун на площадке ледового катка «Виктория» под восторженные аплодисменты поклонников продемонстрировал свое фирменное космическое вращение. И пусть всего один час звезда большого спорта делился опытом с подрастающим поколением, мастер-класс несомненно пойдет на пользу юным фигуристам. Тем более есть надежда, что не в последний раз в Ставрополь приезжают именитые мастера ледовой арены. Илона Домарева, Максим Ковитковский, АТВ, Ставрополь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова